всем большой привет меня зовут наталья и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу снять для вас видео с цветами следующего года синенькие стрелки я вам обещала это видео и хочу снять для вас сегодня собственно макияж возможно с этой палеткой здесь есть еще другие разные красивые оттенки синего такого синего голубого в общем красоты нереальные здесь много плюс еще карандаши лежат короче тренд следующего года это си поэтому я не знаю будете выносить синий цвет не будете носить синий цвет но именно такой благородные красивые темный цвет не голубой не вот такой вот голубой на всего века чтобы правильно меня поняли так вот как его адаптировать собственно в свой образ свой макияж и как это сделать так чтобы это было максимально деликатно и уместно это может быть тоненькая стрелочка это может быть акцентом синяя тушь допустим да по кончикам ресниц это может быть тонкая линия синего карандаша растушеванная по верхнему веку то есть вариантов массы это может быть какой-то один там цветовой акцент например так где-то допустим положили коричневые либо даже синий или около того там черный карандаш вдоль ресниц и закрепили его допустим тенями до синего оттенка сверху это тоже будет красиво в общем масса 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 разных вариантов вот и как это адаптировать если вы конечно офисный работник да где вас жесткий дресс-код а здесь будет наверное тяжело вот если вы фрилансер здесь конечно все проще ну вот либо допустим есть у нас фрайды и допустим пятница какая-то до кажел дэй когда можно носить все что угодно ну если опять таки это есть краситься ну не как угодно но допустим так не сильно строго как в будни допустим то пожалуйста можете вот применять такие правила простые да для своего макияжа опять праздники никто не отменял можете прям на этих новогодних праздниках тренироваться краситься и как это привыкать к цветному макияжу чтобы уже потом в жизни да когда вы начнете краситься вы сами себя не пугались в зеркале и ходили потихонечку привыкали к такому макияжу ну начинайте с такого минимального скажем так вот так будет легче привыкать потом конечно дойдет до синих смоки надеюсь нет это была шутка вот поэтому тут уже вот на вашу смелость на вашу фантазию что вы там себе изобразите к тому и привыкайте вот давайте я покажу вам просто свой вариант макияжа с синими оттенками я хочу сделать синюю растушеванную стрелку возможно этот макияж подойдет на новый год например да либо на какие-то вечеринки пати кому-то на каждый день как мне допустим вот хочу просто вам показать свой вариант синих стрелок давайте краситься у меня сейчас на лице нет ничего кроме ухода я уже подготовила кожу увлажнил ее мне как раз все впиталось вот будем начинать краситься прям самого-самого начала и будем параллельно болтать и забыла вам сказать если вы еще на меня не подписаны подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы вам уведомление приходило во время новых видео потому что новая система у youtube почему-то не показывает новые выпуски которые выходят поэтому если вы подписаны можете отписаться и подписаться заново и нажать колокольчик либо просто подписаться если вы только начали меня смотреть вот если вам данный формат видео интересен оставайтесь со мной ну что ж начнем начнем с тональных в качестве тонального я сегодня выбрала тон armani luminous silk хочу сиять буду смешивать самый светлый и самый темный из этих оттенков 4 и 7 у меня я их между собой смешиваю здесь на палитричке такая железная тон замешан надеюсь он подойдет так наносить его буду вот такой плоской кистью она из соболя это евгений косметикс как наносить тон плоской кистью чтобы он не полосил и чтобы вы не наносили себе его излишне много наносить его как вот красите заборчик туда-сюда туда-сюда и еле-еле касаясь видите как кисть прикасаются кожи вот такими движениями то есть мы не вот так вот красим на если мы будем так наносить тон он будет такое мега покрытие такое знаете маска и вы увидите как одеть будет полосить любая причем натуральная либо искусственного будет полосить когда вы наносите тон вот такими еле касающимися кожу движениями, да, и будете хорошенечко его растушевывать, то тон будет минимальный и будет втушевываться в кожу намного лучше. Также на кисть я набираю по чуть-чуть, то есть я ткнула, да, вот сюда вот, собственно, в сам тон и немножко его в кисть выработала, то есть на кончике кисти у меня здесь нет капель и она такая не мокрая, не вся в тоне, то есть тон я вырабатываю именно в сам ворс. Смотреть буду именно на себя, потому что если я буду смотреть в камеру, я не буду видеть себя. Вот, и когда вы таким образом наносите тон, вы его просто не будете видеть на коже, потому что покрытие будет минимальное, никаких полосок, пятен недотушеванных у нас тоже не будет. Ну и главное тоже попадать под свету. Взяла бы такое зеркало, модное такое зеркальце у меня. Так, ну вот, тон мы положили, теперь у нас все ровненько, тоненько. Дальше у нас будет консилер. Возьму тарта, свой любимый шейп-тейп, в оттенке у меня будет light neutral, light neutral. По чуть-чуть будем добавлять. Много его не надо. Замажем наши темные круги под глазами и просто высветлю эту зону, чтобы было здесь все свежо. Видите, как консилер творит чудеса. Так, кто лучше? Лицо! Оставляем в покое. Брови мы чуть позже сделаем, а пока переходим к самым интересным глазам. Начать хочу с межресничной стрелки. Это вообще на самом деле основа основ. Если мы делаем яркий, такой вечерний макияж, чтобы глаза были прям вот яркие-яркие, делайте всегда межресничную стрелку. Я делаю вот такой вот гелевой подводкой от Maybelline. Смешиваю ее прямо с каплей дюралайна и межресничка держится как прибитая. Просто вот всю ночь и, мне кажется, еще дня три может держаться. Для этого я беру вот такую скотченную кисть. Главное, чтобы она была тоненькая, ну то есть вот в срезе своем была такая сплюснутая. Набираю. Здесь все просто на самом деле. Многие этого боятся. Я раньше как-то показывала, как я это делала карандашом. Карандашом немножко грязновато получается. И, как сказать там, вы попадаете прямо именно на слизистую. Когда вы моргаете, да, либо жмуритесь, у вас все это отпечатывается. Если наносить конкретно на корни ресниц и соединять все реснички одной линией, то получается как раз вот то, что надо. И не будет отпечатываться внизу, не будет стираться и будет максимально ярко. Что я делаю? Я просто прикладываю кисточку вот в место роста ресниц и ставлю такую черточку. Нужно давать обязательно своим глазам моргать, иначе они будут высыхать и вам будет казаться, что вы сейчас будете реветь. Видите? Показываю вам вот как оно есть. Вот у нас появилась межресничная стрелка. И видите, как сразу глаз стал ярким, таким ярко очерченным. Особенно это актуально будет для девчонок с светлыми ресницами, с редкими ресницами. Это прям вот то, что надо. Попробуйте так сделать и почувствуйте разницу, как говорится. Ну вот, смотрите, я сделала оба глаза. Сама еще не раз плакалась, но сдержалась. И вот уже ярко стал. То есть вариант для дневного макияжа, допустим, если мы сейчас прокрасим ресницы, будет очень такой яркий для дня, для офиса. Вот. Но если мы будем рисовать стрелки, а мы будем сейчас рисовать стрелки, это будет как раз базой, чтобы вот у нас стрелка это было единым целым, а не парила она как бы над ресницами. Вот, собственно, такая задумка у нас. Смотрите, дальше мы будем, собственно, непосредственно рисовать саму стрелку. Можно взять сразу цветной карандаш какого-нибудь синего оттенка, который вы хотите. Ну, в частности, у меня какой-то даже не синий, а фиолетовый оттенок. У меня прям синий-синий, он дома. Я не планировала, что я сегодня буду записывать видео. Вот. Поэтому так как мы все равно будем с вами наслаивать синие тени, да, в частности, допустим, вот этот вариант, либо какой-то из пигментов, которые вот сейчас передо мной лежат, мне все равно какого оттенка будет карандаш. Может, даже это будет темно-коричневый, может, черный. Черный даже еще лучше будет. Просто когда синий карандаш, и вы на него наслаиваете синие тени, цвет будет усиливаться. Вот. Но на черный тоже будет очень красиво смотреться, наоборот, даже ярче. Возможно, даже ярче будет. А если вы боитесь, можете взять нестойкий карандаш, мак в оттенке кофе. Вот мой любимый карандашик. И тоже на него это все нормально ляжет. Вот. Если прям нужно, чтобы макияж был суперстойкий и продержался вообще гарантированно всю ночь, весь день, я не знаю, там, три дня, берите стойкий карандаш, чтобы прям, вот, знаете, железобетонно. Но его надо успеть растушевать. Вот. Давайте... Я могу как бы и с тем, и с тем сделать. Но давайте для вас я покажу вариант с нестойким карандашом. Чтобы вы видели, что это реально поправлять, если что-то пошло не так, и это не страшно. Так. Давайте я сейчас выполню макияж на одном глазу, и потом за кадром буду докрашивать второй глаз, чтобы у нас видео не растягивалось на непонятно сколько времени. Первое, что я делаю, это прорисовываю такую жирненькую линию вдоль ресничного края. Ну, где-то вот на середине глаза я эту линию оставляю такой более тонкой. И утолщаю ее на внешнем уголке. Вот эту вот мы будем как раз сейчас растушевывать. Теперь беру вот такую вот кисть-карандаш и тяну за уголочек, растушевываю нашу стрелку, растушевываю в сторону виска. Если уже карандаш растушевался весь, добавляю еще, чтобы было что тушевать просто. И дальше тушую. Также растушевываю верхний край. Кто-то меня как раз спрашивал, как вы рисуете свои фирменные растушеванные стрелки. Я их показываю практически в каждом видео, поэтому вот смотрите. Стрелку можно выводить, как вот вам будет удобно, комфортно. Хотите маленькую вот такую вот выводить, хотите прям такую длинную с хвостиком. Тут уже вопрос вашего комфорта, как вы привыкли, так и делайте. Вот, я, пожалуй, оставлю вот такую вот. Также мне нужно будет прорисовать внутренний уголок глаза. Вот здесь, чтобы сделать такой вот именно акцент на то, что внутренний уголок сюда как будто бы опускается, а внешний уголок мы задрали. То есть вот такой cat eye, да, такой взгляд, как у Люси Лиу. У нее прям, конечно, совсем откровенно такие миндалевидные глаза. У нас только имитация будет. Вот. Дальше с этим глазом, с карандашом пока все. Что мы делаем дальше? Дальше, собственно, начинается наше творчество и наше всякое такое самое красивое украшательное. Дальше мы берем наши тени, которые мы выбрали, собственно, для макияжа. Да, какие-нибудь вот эти синие, либо что-то красивое, например, вот то, что я здесь приготовила. Да, это у меня пигмент Inglot номер 113, он такой немножко дуахром, либо Vicon. Это, правда, была лимитка, и сейчас уже этих теней нет. Очень красивые тени, такой тоже просто вот космический синий цвет, синий-фиолетовый, я бы сказала. Вот, смотрите, какой красивый. Это такой вот оттенок, то есть у них база, видите, я здесь тыкала, база ее черная, да, но имеет вот этот вот синий перелив, синий оттенок. Поэтому как раз вот на коричневый, на черный их лепить будет самое то. Не знаю даже, что выбрать. Можешь, конечно, выбрать что-то поспокойнее. Давайте я, наверное, вот с этой вот палеткой сделаю, потому что Vicon уже не купить. Но вы просто поймите, что можно лепить вот на это, на эту базу, все что угодно. Давайте Tom Ford приливим. Набираем прям на самый-на самый кончик. Обязательно надо все стряхнуть. И таким, знаете, тампующим движением сначала закрепляю карандаш. Потом будем тушевать. Очень так красивенько получается. Оттенок, конечно, такой получается сдержанный. Не кричащий. Я тут на днях пост будет в Инстаграм делала как раз вот с этими тенями Vicon. И там, конечно, такие стрелы там намешаны. У меня было вообще все и сразу. Там, конечно, просто такой вырви глаз синий. Такие переливы просто космические были. Очень красиво. Вот здесь, конечно, вот этот темный синий, он будет такой более спокойный. Это как раз вариант для тех, кто не очень привык к ярким оттенкам. Сейчас мы все будем подтушевывать. Также закрепляю и внутреннюю часть. Там, где у нас был карандаш. Потому что в этом месте карандаш очень быстро съедается. Потому что это все слизисто. И как только мы моргаем, карандаш глаз съедает. Теперь беру вот такую обычную плоскую кисть. И подчищаю нижний край. Пока так справляюсь. Чтобы у нас кончик стал нормальным, тонким. Можно взять, конечно, сразу кисть с консилером и подчистить себе этот краешек. Вот. Давайте все-таки возьмем вот такой вот пигмент. Попробуем. И хочу его положить на нашу стрелку. Вдруг получится. Буду использовать эту же все-таки. Кисть-карандаш. Набираю пигментик. И прибиваю его тампующими, впечатывающими движениями. Лучше бы, конечно, его сразу лепить на карандаш. Так он прицепится лучше. Намного лучше. И не будет, как у меня, осыпаться под глаза. Потому что пигмент сухой. А мы сюда уже положили... А мы сюда уже положили темно-синие тени. А дальше хочу положить на все века. Ну, я, по крайней мере, делаю такой макияж. Из этой же палетки вот этот спаркл. Будет очень красивый. То есть, вот на все, на все подвижное веко. Наносим мы его пальцем. Видите? Макияж, на самом деле, очень-очень простой. Вот началось волшебство. Вот эти искры. Это вообще такой космос. Как же я люблю эти спарклы фордовские. Смотрите, какая красота вообще. Волшебство. В качестве акцента, ну, у нас тут, в общем-то, раз акцент. Синяя такая стрелка. Я хочу еще взять вот такой вот голубой пигмент. Это тоже инглот, но, правда, не скажу номер, потому что он у меня отсыпан в другую баночку. И я уже не знаю номер, не помню. В общем-то, любой, на самом деле. Это, знаете, фантазия моя играет. Поэтому здесь уже можно пофантазировать и взять что-нибудь на свой вкус. Маленькой такой детальной кисточкой набираю пигмент. И буду лепить его в качестве акцента во внутренний уголок. Это будет, прям, вы знаете, минимально-минимально видно. Но будет все-таки видно. Вот так. Когда еще сиять, как не на Новый год? Правда же? Сюда хочется много ресниц. Можно даже наклеить пучки. Но я пока прокрашу ресницы тушью. Можно все оставить как есть. Только на верхнем веке. С нижним вообще можно не заморачиваться. Но если для вас это странно, да, выглядит, то можно, конечно, положить легкую-легкую тень. Например, вот из этой палетки. Либо что-нибудь такое, знаете, взять. Даже какой-то скульптор можно взять, да. То есть оттенок кожи такой, более темный. Там, допустим, скульптор. Вот мне здесь лежит, да. Можно взять скульптор, положить просто тень и завершить на это макияж. Там прокрасить нижние ресницы, кто красит. Либо это оставить вот так и уравновесить, да, накрашенное верхнее веко с ненакрашенным нижним. И будет это вот, ну, более-менее так казаться сдержанно. Если вы хотите во все тяжкие, то, конечно, можно и оторваться также по такой же интенсивности цвету, яркости. Также прорисовать нижнюю слизистую и на нижнем веке. Ну, будет прям вот такой, знаете, хардкор. Вот, если хочется все-таки и ярко накраситься, и чтобы это не было слишком такой вау-эффект, да, чтобы вот не совсем было для вас сильно непривычно, то вот можно остановиться на таком варианте. И вам будет комфортно, и вы будете накрашены, и все это красиво будет привлекать внимание, но будет так вот в меру сдержанно, деликатно, красиво. И с этим можно выйти в люди, не страшно, да, не напугать народ. Вот, поэтому можно оставить как есть. Сейчас докрасим тогда второй глаз, посмотрим, что у нас выйдет. Если что, да, вот нижний, нижняя века плюс тушь всегда можно докрасить, добавить, чем потом стирать. Вот, поэтому сейчас я докрашу второй глаз и вернусь к вам. Ну что, я сделала макияж обоих глаз. Это у нас вот так вот выглядит. Конечно, когда не болтаешь, красишься намного быстрее. Вот, но смотрите. Все сделала, продублировала. Правда, почему-то здесь чуть сильнее вот здесь вот блестки от пигмента, чем здесь. Здесь они уже, видимо, так слетели. Либо здесь я темно-синий не очень сильно прибивала. Но, ладно, не критично. Все равно умываться. Вот. Ну что вы скажете? Надо оформлять нижнее веко. Можно, знаете, что сделать? Можно не оформлять нижнее веко, а только прокрасить, например, тушью нижние ресницы. И на этом остановиться. Смотрите. Да? Вот так вот лучше будет. Нижние ресницы нам просто уравновесили наш макияж. Так. Ну что, у нас остались брови. Давайте мы брови оформим. Для бровей у меня карандаш NYX. Вот с таким тонким и плоским грифелем. Прочесываю свои брови. И добавляю густоты. А лучше бы их просто покрасить краской. Густоты и длины немного добавляю. Так как у нас стрелка длинненькая, поэтому бровь не должна быть короткой. Корректируем лицо. Для лица у меня будет скульптор Kevin & Coyne в оттенке Light. Вот такой. Чтобы сделать скульптуру лица побыстрее, я возьму вот такую гигантскую большую кисть. И так будет намного быстрее. Румян у нас сегодня двое. Том Форд. Франтик пинк и флаж. Наносить буду вот такой вот интересной формой кистью. Сначала базовые румяна. У Том Форда вот эти классические румяна, они мне очень нравятся. Они дают такое же сияние, практически такое же сияние, как румяна Аурглаз. Такой же блик делают. Видите, зашлифованный. Это для тех, кто не успел купить румяна Аурглаз, либо не успел купить палетку Аурглаз, там, Volume 4, например, либо Тройку, либо еще какие-то. Самые-самые нейтральные такие румяна на зиму. То, что надо. Вот. Теперь можно взять оттенок поярче и добавить яркости. Главное, не переборщить с таким цветом, а то домой я пойду румяная. По-моему, достаточно. Главное, вовремя остановиться. Давно не брала в руки шарлотку. Давайте я возьму хайлайтер вот из этой палетки. Этой же кистью просто другой стороной. Переворачиваем на чистую сторону. и полируем. Засияли. Ну, красота же. Красота. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, у нас остались губы. Но губы при таком макияже на самом деле можно оставить и нейтральными. Взбили немножко волосы. Вот, дабы не сильно много привлекать к себе внимания. Для губ я возьму карандаш Бобби Браун в оттенке Pale Mouth. Это такой нейтральный на самом деле карандашик, который придает еще больше цвета своему оттенку губ. То есть он такой же, как цвет губ, только лучше. Поточили. отбила конца. и заполнила все карандашом. Поверх можно нанести как геническую помаду, бальзам какой-нибудь, либо помаду с оттенком. Я предпочитаю помаду с оттенком. Это у нас Tom Ford в оттенке Indian Rose, моя любимая, ее осталось уже чуть-чуть. На центр губ. Чисто для цвета и увлажнения, потому что на губы уже просто высохли все намертво. И я уже прям, если улыбнусь, они прям лопнут. Ну что, как вам мой макияж? Мы уже закончили с вами. Ну, я точнее закончила, вы не знаю. Ну что, я закончила. Вот такой вот мой новогодний макияж с синими оттенками. Я добавила сюда просто все возможные, мне кажется, оттенки синего и голубого. И вообще все цвета радуги, как говорится. Все оттенки синего, фиолетового. В общем, я не знаю. Ну, я бы пошла с таким макияжем на корпоратив. Я, в общем-то, уже ходила с таким макияжем на работу. Вот, поэтому тем более, я бы, конечно, с ним пошла. Вот. Берите синие тени, пигменты, карандаши, туши. Не бойтесь синего оттенка. Он украсит любые глаза, в том числе голубые, синие, карие, зеленые. Главное, накрасьте ресницы почернее. Сделайте межресничку черную, и тогда все будет выглядеть прям вообще. Класс, супер. Вот. Надеюсь, мой макияж, мой вариант макияжа Новый год вам очень понравился. Пытайтесь повторить то же самое. Придумайте свои какие-то варианты. А я с вами буду прощаться. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.